Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Продолжаем Ведьмачка 3, 124 серия. По-моему, 124 я, если честно, каждый раз сбиваюсь со счета. Уже столько серий я отсняла. Решила я выполнять все задания по очереди. В принципе, какая разница, в каком порядке я буду делать. Если они все основные, мы побежали. Надеюсь, Абалак там никуда не ушел. У меня обнова, как вы уже заметили, новые наушнички. Сейчас буду тестировать, как в них играется, как сидится, уши болят или нет, если долго сидеть. Камон. О! Это же тот самый дом, где была прибожек Сара, по-моему. Я ее отсюда не выгнала. А вы писали, что если бы выгнала, она была бы с Ивасиком. Я должен был прогнать отсюда прибожка. Да, да, да. Должен был? Я решил, что он безобидный. Ой-ой-ой, какой. Какой модный. Пакета только не хватает. Ладно, давайте тоже используем лестницу, не будем прыгать. Все-таки в таком обществе. Проход здесь, за стеной. Да. В смысле, да? Ты первой не пойдешь? Геральт не любит порталы. Иди первой. Ладно. А, прям так? Мы пришли. Пока мы не найдем Гейльса, обратно не вернемся. Ты готов? Да, я готов. Помни, где бы ты ни оказался, ищи места, похожие на это. Раньше или позже мы встретимся. Мы разделимся? Возможно. У меня нет способности твоей протеже. Зираэль, госпожа пространства и времени. Я же до некоторой степени умею использовать тайные знания. Пора. Блин, и то, что мы разделимся, мне не нравится. Ненавижу порталы. Бедный каждый раз через себя переступает. Ага, голубушка-то болит теперь и тошнит. Как идти дальше в таком состоянии? А что там летает? Что думаю, здание не дополняется? Ну и где мы? Добро пожаловать в Дидвит. Это где-то в нашем мире? В вашем мире тоже есть такие скалы. Ладно, идем дальше. Дидвит. Ну это точно не там, где земля. Хотя, может, у них планета. Это очень старый мир. Он истощенный, разрушен. Здесь что-то живет? По большей части, пустынные создания, которые способны месяцами обходиться без воды. Дюна какая-то. И гигантские песчаные черви глубоко под землей. А, ну да. Это Дюна. Надо быть осторожнее, чтобы они нас не учуяли. У нас только тут гигантские черви. Здесь жили люди или эльфы? Люди. Думаешь, разрушением миров занимаются только гуманоиды? Так кто жил здесь? Какие-нибудь разумные монстры? Посмотри на эти скалы. Ничего не напоминает? Ха. Похоже на русло огромной реки. Да. Или морское дно. Тут было море. Здесь жили какие-то водные существа? Нет. Здесь жило море. Ты хочешь сказать, что... Что миров очень много. Форм жизни еще больше. Многие разумные. И куда более разумные, чем люди. Впрочем, даже это не останавливает их от того, чтобы вычерпать все ресурсы своего мира до последней капли. Я его постоянно слушаю и знаете, какие у меня флешбеки? К Властелину колец и к Леголасу. Это тоже самое актер озвучки? Ну, он там же... Ой, так же там разговаривал. Только здесь он такой более... Загадочный. Картал больше похоже на развалины. Внешность бывает обманчивой. И чего мы ждем? Когда он откроется. Еще немного. Интересно. Тихо. Что происходит? Черви? Песчаные черви нас учуяли. Отлично. Е-мое. Ну, давай драться. А у него с собой есть какой-нибудь меч? А, у него какая-то супер палка. Это на червей не похоже. Йоу, йоу. Не ожидали увидеть тут перекача? Куч. Не победить. Конечно, и все не победить. Попробовал откроет. Три, два, один. Почу. Лопаем. Побежали. Эй. Быстрей. Прыгай. Фух. Ну, я ждала, пока он зайдет. Вдруг бы его там убили, откусили ему что-нибудь. Как потом отсюда... Это драконы? Блин, похоже на, не знаю... Какой-нибудь Скайрим? Чуть-чуть. Походу, Авалак переместился куда-то в другое место. А он там портал. Он или в другом мире, или там. Ай, найди следующий переход. А вниз можно спуститься? Что-то мне не хочется лезть в это облако. Мне тоже. Бляха. Что делать? Да-да-да-да, я поняла. Зараза. Надо было задержать дыхание. Ой, там какое-то зелье может помогать. Но тут перебежками можно и без него. Еще немного я бы задохнулся. Кристаллизованная эссенция. Вот. Нет, тут не драконы, а какие-то призраки. Да, и такое бывает. Так, там вроде бы невысоко. Это же Next Gen. Почему он умер? Разработчики. Вот он. Да, мы это видели. Тоже мне. Такой нежный. Там, наверное, было чуть... Что-то мне не хочется. Полтора метра. Но не два точно. Давайте сейчас глянем. Зараза. Надо было задержать дыхание. Еще немного я бы задохнулся. Да не задохнулся бы ты. Ладно, тут больше. Больше. Хорошо. Хорошо. А у меня еще никаких указателей на карте нет. То есть, каждый раз, когда я тут буду умирать, я буду с самого начала бежать? Магия. Это место силы. Это кто такой лежит? Все-таки дракон? Или тут тоже было море? Магия. 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 Тут далековато, конечно, бежать. Если я спущусь тут, мы не успеем добежать до какой-нибудь возвышенности. И вообще, как здесь спуститься? Где-то здесь. Там на карте мелькнуло что-то красненькое. Блин, кто это? Хорош. Надо обходить облака стороной и пробегать их как можно быстрее. Я понимаю. А касатка тут не поможет? Ну, это задерживать. Хотя нет, подождите. Ну, касатка должна помочь. Задерживать дыхание. Давайте затестим. Успела. Хотя весь воздух исчез. Фух. Окей. Так, не съезжаем никуда. Ярлит, ты что, прикалываешься? Хочешь умереть? Эй! Ну, мне надо туда. И как туда добежать? С этой стороны нет никаких проходов. Я же понимаю, что если сейчас я побегу и не успею, я начну с самого начала. Я не хочу. А че? Не, не, не успела. Ладно. Не ссыкуем. Не боимся. Больше никто не этот не шепчет на ухо. Не рычит. Где все делись? Блин, вайб этого места с чем-то у меня ассоциируется, но я не могу понять с чем. Хорош. О. Шептун снова объявился. Ладно. Никто даже не напал на меня. Я, как знала, касатку выпила. Сундуков вроде никаких не было. Фу, я бы сейчас тоже поплавала, если честно, в прохладненькой водичке. Так жарко, это капец. Арт. Нужно где-то спрятаться. Иначе я околею. Потом быстро искать следующий переход. Если не до укрытия, то как-нибудь и до перехода доберусь. И где искать? Ага. Вот так вот. Сушеные рыбки захаваем. Ну, конечно же, посмотрите, как быстро восстанавливается здоровье у Ведьмака. Это с учетом того, что я лакомку себе ставила. Кстати, умения персонажа. Вы написали, что если я съем желудь, у меня увеличатся очки умений. Но у меня уже 24 очка умений. Мне их некуда просто впихивать. Разве что все купить? Ну, куда это ставить? У меня все. Мои полномочия все. Надо было желудь этим. Селюкам отдать и пусть бы с ним там разбирались. Вон, видите, у меня лакомка стоит. Но после обновленного некстгена почему-то намного меньше оно все начало работать. Что там еще было? Ладно, потом. Какой-то маяк. Можно как-то выглянуть чуть-чуть? Но если я побегу вниз, там не будет никакого укрытия, я так понимаю. Надо бежать в правую сторону, вот туда вот. Хорошо, добежали. Может, как-то Квейн будет ускорять? Ну, вроде чуть-чуть как-то ускоряется. На, здесь вот. Хотя там дом. Не знаю, получится тут забежать или нет. Или все-таки надо вниз? Кто-то хотела мешок залутать. Э-э-э-э! Замерз? Правильно. Нужно было вылезти на стену. Я думала ему присесть. Он же тут не садится в этой игре. Блин, там вроде домик. Ого. Красава. Хорошо, что я сюда пошла. Так, ну, здесь, пока мы тут все дела поделаем, Цири хорошо отдохнет, наберется сил. И мы уже с ней отправимся дальше по заданиям. Записки путешественника. Хуже всего это всеобъемлющая тишина. Кажется, что нет ни одной живой души в округе. Только снег, снег, везде снег. До самого горизонта. Иногда доходим в домах живых людей. Все голодные и промерзли до костей, но никто не отказывает в помощи. Нас пускают погреться у огня, собраться силами, чтобы идти к маяку. Говорят, там еще остались припасы. Угу. На маяке есть какие-то припасы. Но, походу, людей больше не осталось. Капец, тут холодно, что даже Квен не помогает. А, все? Может, там а валах? Если мне повезло, это был один ворчливый эльфский знающий. Да. Дома занесло до самых крыш. Интересно, давно здесь метет? Капец. Туда напряжуха. Походу, все тут не так просто, как казалось бы. Может быть, тут не было таких. Ну да. Да, метели. Ничего другого я не ожидал. Чепушилы! Так, лутаемся. И бежим. Успела. Ага, это место просто, чтобы перебежать. Хорошо. Яральд, давай отсюда вот. Красава. Походу, сюда прибыла дикая охота, тоже с какими-то целями, завоеванием. Или, может, кого-то искали, как обычно. Что-то им от всех надо. Ой. Записки Анны. Не знаю, что делать. Наши припасы давно иссякли. Остался только мешок лука. Уже неделю едим один лук. Раньше дети его ненавидели, а теперь сметают до последней крошки. Скоро мешок опустеет, у нас нет дров, а снег все падает. Раньше бургомистер посылал по домам людей. Они приносили немного дров и еды со склада на маяке. Но вот уже много дней никто не приходит. Ничего удивительного. Дом завален снегом по самую крышу. Кто проберется сквозь эти заносы? Я боюсь, очень боюсь, что не пережить нам эту зиму. Или здесь была зима? Ну, не такая холодная. А вместе с Дикой Охотой она просто не поменялась на другой сезон. Давайте в честь их будем в каждом доме, где нам дадут возможность зажигать костры. В честь их людей. Блин, а я так переживала, что все, уже конец игры мы в Кайрморхе не подеремся. Четко там с кем-то разберемся. Четко там. Фу, язык заплетается от жары, честное слово. А оказывается, вот как. Тут еще довольно-таки много контента. И мне это нравится. Дневник Эрвилан. Тридцатый день Бирки. Это время года уже должны цвести цветы, а сейчас все покрыто снегом. Весна будет позднее. Скоро подорожает еда. Как пить-тоть? Двенадцатый день Блате. Колодает. Снег идет непрерывно уже тридцать семь дней. Его даже перестали убирать. Улиц больше нет. Только тоннели, выкопанные из снегу. Двадцать первый день Фи... Фиаина. Снег не перестает. Наши припасы на исходе. Мы топим снег, чтобы утолить жажду. Но не знаю, надолго ли хватит дров, пока мы живы. Ну да, мои предположения оказались верными. Отвалите, я сейчас умру. Нет, я не хочу с ними драться. У меня дела поважнее. Все. Надо согреться. Ты долго... Были проблемы по дороге? Не умничай. Нет. Просто любовался видами. Что это за место? Кажется, я здесь уже был. Именно здесь ты дрался с проекцией Редина. А еще раньше здесь сражалась Цири за тебя. То есть? Ты никогда не интересовался, как ты освободился от красных всадников? Интересовался и не раз, но ничего не помню. Это то, о чем вы мне писали в комментариях. Она почувствовала, что ты в опасности. Вырвала из лап охоты и перенесла в лес под Каэр Морхеном. И он потерял память вместе с Едифером. Ну да. Он бы тоже собой пожертвовал. Где мы? Это мир Айон Эйли? Нет. Это Теддейра. Время конца. Мир, уничтоженный белым хладом. Это обязательно случится во всех мирах. На разных этапах существования разумной жизни. Ты говоришь об этом так спокойно. Эридин позволил сознанию неизбежной гибели овладеть собой. Теперь им владеет страх. Я не хочу совершить его ошибку. Может, пояснишь? Не здесь, а не сейчас. А когда? Подходящий момент, мне кажется. Мы тратим на Гейльсе столько сил, но я по-прежнему не знаю, чем он так важен. Эридин отличается от короля, которого он убил. Его интересует власть ради власти. На бюрократию ему не хватает терпения. Большую часть времени он проводит, скитаясь по иным мирам во главе красных всадников. Так что в столице ему нужен наместник. Гейльс. Прекрасный распорядитель и несравненный мастер интриги. Это самый опасный обитатель Айн-Ээля. У него есть какие-то слабые места? О да. Он честен. Я надеялся, мы все-таки не разделимся. Я предупреждал, что это возможно. И где пролегал твой путь? Через мир, где только что умерло солнце. Я с трудом дошел до следующего перехода. Нам еще повезло. Свет на скале оставил ты? Я подумал, это тебе поможет. В конце концов, для того маяки нужны, чтобы указывать путь. Ну все. Потеревенькали и погнали. Двинулись. Пойдем. И когда открылся следующий проход? Шиш, 35 уровень. Плюс уровень перекачиваю. Тут ничего нет? Залутать. А если поджечь вот это вот тоже? Не поджигается? Ладно. Погнали. Тирналия, резиденция Гельса. Наконец-то мы на месте. Я уже думала, что мы снова одни. Это Тирналия? Дворец. Пробуждение. Прежде лунный дворец. Резиденция Гельса. Почему музыка такая? Оболокъем. Бежать не могу. Рапорт. Несмотря на предпринятые нами действия, ситуация на окраинах провинции Тилад-Навиль, Тилад-Ле, Тилад-Налия и Тилад-На-Крови не изменилась к лучшему. Высланные на место знающие сумели лишь в небольшой степени сдержать напор Белого Хлада, который медленно, но неуклонно занимается новой территорией. Мы также полностью потеряли провинцию Тилад-Набуния, куда знающий не успел добраться вовремя. Рекомендую эвакуировать находящиеся под угрозой провинции, а также ускорить и радикализировать действия, направленные на захват территорий Айн-Сейдны. В противном случае прошу снять с меня ответственность за подчиненные мне территории Иглор Хилианви, наместник западного берега. Так, ну сейчас. Может, тут еще что-нибудь лежит? С помощью записочек у таких вот узнаем еще очень большая информация. Я рад, что ты его оценил. Эльфская архитектура несколько более изощренная, чем ваша. Ничего такого изощренного нет. Это он? Отрастили себе уши острые, думают, что они самые крутые. Думаю, на сегодня мы закончим, моя сладкая булочка. Будь так добра, оставь нас. Наверное, все согласятся, что это дело касается только нас. Не так ли? Крэван из Пан, а Кеван Маха и ведьмак из Ривии. Кедмил. Как вам нравится моя новая модель? Она немного напоминает Лару Доррен. Ты не находишь, Крэван? Разве что Ростен. Крэван? Это его настоящее имя? Аволак? О, вижу, для тебя эта тема все еще болезненна. В таком случае пока оставим ее. Болезненно? Думаю, что-нибудь пить. Нет, мы не пьем. Мы не на чай сюда пришли. Должен признать, что не ожидал тебя здесь увидеть, видимо. У него внешность такая необычная, не совсем эльфийская, что ли. Собственно, ты заключил любопытный союз. Думаешь, Аволак с тобой искренен? Я спрашиваю так, из любопытства. Ну, блин, вы писали, что он говнюк, но на самом деле сейчас, вот, проходя с ним задание, и то, как он помогал Цири, иногда там рисковал своей жизнью и все остальное, как бы, мне кажется, что он действительно хочет помочь. Поэтому ответим да. Думаю, даже среди эльфов Айнэйли может встретиться кто-то порядочный. Наивность благословения глупцов. Не подведи меня, Аволак. Мне кажется, я вижу тень нетерпения на ваших лицах, а потому, что вас привело. Он на какого-то оборотня больше похож. Я пришел рассказать, кто убил нашего короля. Вы приложили немало труда, чтобы добраться до меня. Значит, над ложью, которую вы для меня приготовили, вы тоже хорошо потрудились. Ты увидишь правду, она явится тебе во сне. Ты нашел Анейроманта? Они всегда видят правду. Я надеюсь, мы сможем это доказать. Поскольку предчувствие меня не обмануло, это будет интересно. Хватит болтать, идем, но это как-то некультурно. Мы все-таки к нему пришли, а не он к нам. Разумеется, следуй за нами. Ведьмак Геральт, вот уж воистину человек дело. Могу ли я знать, куда вы меня поведете? А у него сейчас глаза другого цвета. В этот раз напрямую. И сейчас другие. Пойдем, пока сюда не сбежалась стража. Ни хрена себе он здоровый. Картина топчик просто. Особенно ножка. Кушайте эльфы, капец здоровые. Какие-то разжопые. И некоторые слишком большого мнения о себе. За окном, блин, 50 градусов. Я уже не могу. Нашего гостя тебе представлять не надо. Привет тебе, Зироэль. Значит, правда, что ласточка теперь водится с лисом. Не пытайся нас стравить. Ты не помнишь, как Авалак тебя шантажировал? Да, да, вы писали мне об этом. Пробовал подложить тебя на ложе нашего короля. Он распоряжался твоим телом, как свиной тушей. Помню. Но еще лучше помню, что ты советовала Редину сделать со мной, когда он меня поймает. И помню, что красные всадники сделали в Каэр Морхене. Я пришел сюда не за тем, чтобы ссориться. Где обещанные доказательства? Ты увидишь их во сне. Ах, да. Она и романтка. Ее видение нельзя подстроить. Ты хочешь мне показать, как Эридин убил нашего короля. И что дальше? Я должен настроить Айнэйли против Эридина? Поднять восстание и объявить Авалакха новым королем? Нет, просто встань против Эридина. Делай то, что считаешь нужным. Авалак говорил, что он очень честен. Мне кажется, это мы... И какой делать выбор? Должен настроить Эридина против Эридина. Поднять восстание и объявить Авалакха новым королем? Ну, это мы ему напрямую говорим, что хотим. А это... Давайте скажем, делай то, что считаешь нужным. Я просто буду опираться на слова Авалакха. То, что он честный. Он не любит несправедливость. Ну и как бы по факту, если он увидит, кто убил, зачем, как, то он сам встанет против него. Это будет, ну как бы, несправедливо и все остальное. Делай, что нравится. Если ты поймешь, что и дальше хочешь служить убийце короля, путь открыт. Я бы не удивился такому выбору. Хорошо. Пусть Вещунья покажет мне последние минуты короля. Она покажет их нам всем, чтобы не было никаких неясностей. Почему бы нет? А, он получается, свои воспоминания передаст с помощью через нее ему. Король умер. Да здравствует король. Это все увидели? Так. Почесался, подумал. И музыка сразу. Капец. Ваш единственный шанс дать ему бой на ваших условиях. В этом мире в условленном месте. Отправляйтесь на Скеллиге. Найдите там солнечный камень. С его помощью вызовите Нагльфар. Нагльфар. И если Эридин запросит подкрепление, Айнаэли ему не ответит. Спасибо. Ты принял верное решение. Скоро откроется новый портал на Тирналия. Я стабилизирую его, и ты сможешь вернуться. Идем. Ну да. Честный перец. Все идет по плану. Это бандана. Ой! Надеюсь, она не обидится, что мы сначала там с Авалахом пошли. Невозможно, он блефовал. Он мог сказать это просто для того, чтобы мы его отпустили. Не-не-не-не-не-не. Зараза. Надо было его прижать. Да ничего, не переживай. Авалах знает его лучше. Он вернется и все объяснит. Помяни дьявола. Геральт беспокоится, что мы слишком легко отпустили Гейльса. Не, ну я ему не верю. Тоже такая фразочка. Просто он сейчас не уверен. Он переживает за сделанный выбор. Я просто хочу подстраховаться. Вполне подходит для этой ситуации. Осторожность лишней не бывает. Согласен. Но я верю, что Гейльс сдержит слово и не станет поддерживать Иридина. Я тоже на это надеюсь. Что-то задумал. Может, расскажешь? Когда мы найдем Солнечный Камень, с помощью магии ваших чародеек мы вытянем корабль Эридина в залив Ундвика. Мы устроим ему засаду. И когда Король Охоты появится, мы убьем его. Так просто? Победить Эридина будет нелегко. Но мы сможем. Отыщите чародеек из ложи. Увидимся в порту. Мы отправляемся на Скельге. Опять все на Скельге происходит, да ё-моё. Эй! Ого! Мне стало интересно, что за дело ты хочешь закончить? Когда я последний раз была в Новеграде, я влипла в неприятности. Я что-то такое смешу. Некоторые мне тогда помогли, а другие... Не так, чтобы очень. И тех и других я сейчас хочу поблагодарить. Сходишь со мной? Конечно! Сперва я должен кое-что сделать. А что нам делать? Да, ладно, давайте я... Сперва я должен кое-что сделать. С удовольствием составлю тебе компанию, но сперва я должен кое-что доделать. В таком случае я буду ждать, где договаривались. На рынке Золотого Города. Все. Теперь мы, получается, должны будем пойти... А вы садитесь у меня на карте? Где цирилочка? Нет, это не то. В смысле? А дед Сирия? Бляха, решила закончить серию, называется. Ну, это мы... Пойдем к Енифер. Тут горит отметка. Ладно, будем на этом заканчивать. Может быть, я чего-то не увидела. На монтаже переслушаю, куда нам нужно, и туда отправлюсь. Надеюсь, вам понравилось. Все полы с нами будет в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите клава, короче, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok